Смерть и надежда на спасение. Как испытывают лекарства от COVID-19. Смерть и надежда на спасение. Как испытывают лекарства от COVID-19. 8 часов 16 апреля 2020 года РИА Новости, Министерство обороны РФ, российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео. РИА Новости, Министерство обороны РФ Москва, 16 апреля Новости. Альфия Яникеева. На этой неделе американские исследователи сообщили, что ремодисевир-лекарство, используемое против лихорадки Эбола, значительно улучшает состояние почти 70% больных коронавирусной инфекцией. Согласно работе китайских ученых, прием некоторых препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск тяжелых осложнений при COVID-19. Кроме того, есть данные, что с SARS-CoV-2 успешно справляется распространенное лекарство от панкреатита. Какими препаратами ученые предлагают бороться с эпидемией и насколько они эффективны в материале РИА Новости. Вместо Эболы новый коронавирус. В конце марта Всемирная организация здравоохранения запустила международные клинические испытания четырех наиболее многообещающих схем лечения COVID-19. Речь идет о нуклеозидном аналоге ремдисевира, разработанного против лихорадки Эбола, хлорохине и его производном гидроксихлорохине, применяемом при лечении малярии, а также комбинации ретеновира, латеновира и интерферона бета. Проверять все это будут на тысячах пациентов из десяти стран Аргентины, Бахрейна, Канады, Франции, Ирана, Норвегии, ЮАР, Испании, Швейцарии и Таиланда. Трехмерная модель ремдисевира противовирусного препарата, лечение которым, судя по последним исследованиям, эффективно при COVID-19. Всего в исследовании участвовали 53 больных, которым в течение 10 дней вводили препарат внутривенно. Почти 70%, 36 пациентов, пошли на поправку. У остальных значительных улучшений не наблюдалось. 7 человек, 13%, скончались. По мнению авторов работы, это обнадеживающие результаты, тем более что никаких новых побочных эффектов от применения лекарства не зарегистрировали. Вчера, 022.47 распространение нового коронавируса подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства. Смертельный и токсичный действенность второй схемы из списка ВОЗ хлорохина и его производного гидроксихлорохина пока вызывает вопросы. Во всяком случае, одно из последних испытаний на людях французские медики лечили таким образом 19 пациентов с COVID-19 не порадовало. Тем не менее ранее этот препарат в комбинации с антибиотиком азитромицином дал эффект почти 40 пациентов с легкой формой новой коронавирусной инфекции выздоровели. Хорошо справлялся с САСКОВ-2 хлорохин и в экспериментах китайских ученых. В комбинации с другими лекарствами эти препараты, возможно, токсичны, считают американские ученые. Так, мыши, которым вводили хлорохин или гидроксихлорохин в сочетании с метформином, в 30-40% случаев погибали. 23 марта, 11.41 Рианаука лекарства от коронавируса успешно испытано во Франции также, по данным китайских ученых, неэффективно против нового коронавируса комбинация ретонавира и лапинавира, обычно применяемая для лечения ВИЧ-инфицированных. Терапия этим препаратом не облегчила состояние ни одного из 200 пациентов с тяжелой формой COVID-19. Правда, сами авторы работы отмечают, что теоретически на более ранних стадиях болезнью сочетание ретонавира и лапинавира может помочь. Неожиданное открытие еще одним перспективным средством считаются адъювантные препараты, назначаемые при гипертензии, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, асай и блокаторы ангиотензинового рецептора. 2. ARB Китайские исследователи, анализируя результаты лечения от COVID-19564 пациентов, обратили внимание на то, что те, кто вместе с противовирусными препаратами получали ингибиторы, асай или ARB, реже страдали тяжелой пневмонией. А именно, из 16 больных только один. Для сравнения, из 49 пациентов, принимающих другие адъювантные препараты, пневмонию зафиксировали у 16. 13 апреля, 11.12 распространения нового коронавируса ученые рассказали об антителах, способных нейтрализовать коронавирус. По мнению авторов работы, ингибиторы влияют на экспрессию ангиотензин превращающего фермента 2, ас-2, рецептора, считающегося входными воротами в клетку для нового коронавируса. Несмотря на столь обнадеживающие результаты, ученые отмечают, чтобы окончательно подтвердить терапевтические свойства этих препаратов, нужны исследования с большим количеством пациентов. Испытания начались. В начале апреля в Дании приступили к клиническим испытаниям еще одного вероятного лекарства против нового коронавируса. Это камостат-препарат от панкреатита. Первые доказательства его эффективности для терапии COVID-19. Получили российские и немецкие ученые еще в начале марта. Они проверяли влияние камостата на размножение. САСКОВ-2 В культуре клеток легких. Как выяснилось, препарат способен подавлять фермент серийновую протиазу и таким образом мешать новому коронавирусу проникать в клетку. 6 марта, 08.00 РИА НАУКА Это сейчас единственное оружие. Мифы и правда о коронавирусе теперь же в Датском королевстве камостата пробуют на людях. Несколько из 180 добровольцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 в течение пяти дней будут получать по 100 миллиграммов препарата три раза в сутки. Такова максимально разрешенная доза при терапии панкреатита. Остальным дадут плацебо. Первые результаты обещают представить уже через месяц.